Основная проблема аутизма заключается в непонимании и невосприятии человеком событий, происходящих вокруг. Эта болезнь поражает не только психические функции, речь, интеллект, мышление, но и отражается на восприятии ребенком целостности картины мира. Да, за последние 10 лет много говорят об этом, и фильмы снимают, и люди сейчас, мне кажется, более толерантно относятся вообще к больным. Потому что и детей сейчас приспосабливают в условиях школы, детей с ДЦП и с аутизмом, и в садиках также. И они уже с детства видят другой коллектив, другую социализацию, поэтому все-таки меняется отношение и родителей, и самих детей. Для лечения и реабилитации аутичного ребенка родители ежемесячно должны тратить от 10 до 10 тысяч лея. В то же время поддержка со стороны государства для этих семей очень скромная. Пенсия по инвалидности ребенка, компенсация за транспорт, пособие по уходу за ребенком – все это вместе составляет 2 тысячи леев или меньше. Многие родители не могут работать, поскольку им приходится часто ходить с ребенком на реабилитацию. И даже если находят работу, им нужно найти личного помощника, который будет сидеть с ребенком. Но и желающих работать личными помощниками мало, так как государство платит им всего 3-4 тысячи леев в месяц. К сожалению, с каждым годом число возрастает. Я в 2018 году насчитывала всего 18 детей. Сейчас у меня на сегодняшний день на учете 38 детей. И то уже 5 детей с возраста 2 лет, они уже под вопросом аутиста. По случаю всемирного распространения информации о проблеме аутизма специалисты напоминают, что необходимо проводить скрининг аутизма. Это увеличивает шансы ребенка на выздоровление. Родители, у которых есть 18-месячные дети, должны провести тест, который состоит из 9 вопросов, заданных родителям, плюс наблюдение за ребенком и имеет решающее значение для ранней диагностики аутизма. Парина Барбова, Григорий Ставилов, Мария Казак, УГРТ, Хаберляр.